Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и этим видео я начинаю полное прохождение игры Anno 1800 со всеми дополнениями, которые уже появились и вышли, которые у меня есть. Вот они, Вальдах, Ботаника, Затонувшее Сокровище. Игры Anno 1800 и на уровне сложности Эксперт. Буду прям по хардкору играть. Я планирую выложить это прохождение, когда оно уже будет полностью записано, чтобы не было такого, как у меня часто бывает, что играю-играю и прохождение повисает. Поэтому я не стримлю, например, эту игру, а записываю. Ну, в общем-то, давайте начинать. Новая игра. Будет песочница, то есть я сейчас буду выбирать некоторые параметры. Так, меньше подсказок. Подсказка. Я уже знаю, как-то играть. Выберу вот такого красивого мужичка. Так, тут где-то был котик. Вот у меня будет котик на желтом фоне. Такой логотип у моей компании. Так, ну, имя игрока я совершенно рандомно выберу Алексей Халецкий. Без понятия, кто это и что это за имя. Ну, вот включены все дополнительные контенты. Такое имя. И сейчас будем, собственно, выбирать сложность. Предустановка Эксперт сразу поставим. Давайте, кстати, поставим ключ 2020 раз. Новый год такой будет. Размер мира. Давайте средний. Ну, это вот общая карта. Общая карта. Острова. Давайте тоже средние. Сложность игры на островах. Я поставлю среднюю, потому что я не люблю, когда эти реки там, вот это вот все. Так, плодородность средняя, месторождений. Нет, давайте хотя бы месторождений средняя, а плодородность малая. Давайте хотя бы так. Так, тип карты. Без понятия. Оно не влияет на сложность. Поставлю случайно. Дальше. Соперники. Грейвс. Ну, тут не меняет. Тут вот вместо Гаспарова можно такого же чувака только поставить, который я сейчас выбрал себе картинку. Поэтому пускай Гаспаров будет. Нормально, эти все сложные ребята. Ну, все торговцы и все пираты включены. Возможности доход низкие. Обслуживание включено. При сносе вам еще надо будет платить, чтобы снести. Перемещение постройки выключено. Пополнение запасов. Редко инцидентный в городах. Блин. Я не люблю, когда они часто происходят. Давайте средние хотя бы поставим. Частота заданий часто. Тоже не особо влияет, я смотрю. Часто пускай будет. Потому что, ну, это деньги откуда-то надо брать. Корабль в начале флагман. Выключен. Начальный капитал маленький. Исследованная карта выключена. Ну, и все, что тут можно менять, оно будет, видите, сразу эксперт убирать. И условия побед. Так как это песочница, тут можно бесконечно, на самом деле, играть. Ну, давайте поставим один памятник культуры. Это все вместе должно быть. Инвесторов, пускай хотя бы две с половиной тысячи будет. Хотя бы десять тысяч населения. Хотя бы полмиллиона накоплено. Доход в десять тысяч. Но дипломатию не хочу, потому что это надо с ними союзы заключать. Я бы их лучше выносил. Вот такие условия. Давайте начинать игру. Так, первое, что нам надо сделать, это... Ух ты. Снег идет. Это вот из-за нового дополнения во льдах. Но я так понимаю, что мы... Это другая карта будет. Просто тут снег идет. Давайте быстро нам найти остров нормальный. Какой-то остров открыт уже. Что у нас здесь? Картошка, пшеница. Три. Ну, в принципе, кстати... Ой, что-то сейчас было такое. В принципе, кстати, неплохой остров. Сейчас он полностью откроется. Здесь, правда, какой-то... Кряж. Не очень удачно. Не будет мешать... Дома строить. Но, в принципе, картошка есть, пшеница есть. Для начала этого достаточно. Много глины. Два месторождения железа. Много нефти. Я бы не плавал, на самом деле, еще. Что здесь? Это другой остров. Он такой же примерно. В общем-то... Здесь, кстати, место получше город ставить. Здесь вот просто этот по центру... Кряж очень мешаться будет. Да ладно, что плавать. Давайте ставим тут город и все. Что тут откладывать? Артур Гаспаров, вашим не уверены, как ко мне обращаться. Огранички с жестами. Так, отправляю корабль плавать. Шифтом поставил. Дай понюху. Метки. Так, значит, сначала... Всегда ставьте режим чертежа. Будем планировать сначала, где у нас что будет построено. Сразу, значит, думаем про доски и лес. Нам штук восемь, наверное, надо. Давайте так, раз, два... Это эти не строятся, это как бы чертеж. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дороги, правда, строятся. Дороги невозможно прокладывать в режиме чертежей. Так что за дороги мы уже платим. Соперник основал поселение. И обязательно все наши постройки должны быть соединены с портом. Так, дальше еще нам восемь надо будет лесопилок поставить. Я бы, наверное, так делал. Раз, два, три, четыре. Ну, собственно, лесопилки прям рядом с их этим. И я бы здесь где-то склад сделал. Еще вот как-то так. Теперь давайте центр города делать. Ну, вот на этой территории будем делать. Вот так у меня будет располагаться город. Так, как-то и вот так надо вместить. Сначала рынок. А, вот так у нас только если... Или так город. Нет. Вот так надо город делать. Тут. Нет, подождите. Тут, знаете, это важно все. Важно, потому что это будущее вашей экономики. Вот тут давайте поставим. Так. Теперь. Тут дорога вот так будет сделана. Здесь дорога вот так. И жилье фермеров раз. Пять на два делаем. Пока. Нам в начале надо будет именно жилье фермеров поставить. Иначе у нас просто не будет работников. Все, соединено у нас тут все. Важно. Нет, промазал. Промазал, промазал, промазал. Жилье фермеров тут пять. В принципе, наверное, можно уже строить. Чтобы народ начинал работать. Так, значит, ставим крыльок. Ставим первые дома. Не вились на новую уступление. И начинаем первые лес. Видите, уже минус пять идет. Я бы немного поставил. Сейчас, подождите. Остановим вот эти две. Так, нормально. Видите, у меня сейчас досок просто нету, чтобы строить что-либо еще. Так, ну, я чуть-чуть остановилась. Вам, меня не поймать. По-другому. Сделаем. Тут у нас надо место для... для электростанции, соответственно, вот тут у нас будет подъезд к ней. Значит, дома вот тут у нас будут стоять. Так. Дальше здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут мы оставляем места для различных зданий. Там таверны. Три, четыре, четыре, пять. Для таверны, для церкви. То, что в будущем тоже будет строиться. Нам, кстати, тоже дорогу надо будет как-то провести. Пока у нас нету досок, пока у нас там все добывается, мы занимаемся тем, чтобы не тратить время потом. Занимаемся тем, что расставляем здание. Так, вот тут опять же я не совсем верно поставил. Вот тут будет... Наверное, вот так сделаем. Тут будет power plant у нас. Электростанция, но это еще очень-очень не скоро. Здесь будет церковь. На всякий случай тоже. Вот это место я оставляю для железной дороги. Чтобы был подъезд к железной дороге. А она в центре должна быть. Ну, я имею ввиду... Электростанция, чтобы по максимуму жилье охватить. По максимуму охватить жилья, чтобы оно апнулось в будущем. Так, что-то... У нас ничего нет. Блин, это лесопилку я поставил. Нет, пройдем. Хижина лесоруба, да, лесопилка. Все нормально. А, просто пока еще не создано. Так, уже плюс 45. Можно запускать, ребят. Видите, появились рабочие. То есть нет смысла строить, пока у вас рабочих нет. Плюс 15. Значит, можно еще... Лесопилку, в принципе, запустить. Десять. Десять. Вот. По нулям. Все, ждем. Пока острова открывает. Во, у нас уже бабушка квест. Хоть и не бабушка, это Гаспаров. Мой взгляд устремлен в небо. Придерживайтесь прямых. Найди последователи игры все найти. Ну, вот они. Все, квест выполнен очень быстро. Королева поручила мне задерживать. Я рад, что могу наполнить... Ну, правда, с Грейвзом отношения ухудшились немного. А он конченый на всю голову. Честно говоря, он может войну объявить, и... У нас будут проблемы. Так, теперь мы ждем... Пополнение досок. И будем жилье улучшать. Иначе у нас просто нету рабочих. Нет, не... Промазал немного опять. Так. 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 Ну, и в будущий счет сюда будем, но это... Не скоро, я думаю. Что так будет у нас развиваться. Наш город. Давайте как-то город, наверное, переименуем. Лешаград. Не, Леша Бург. Это более в этом стиле игры. Ну, вот, видите, появились стрелочки. Дальше, что у нас уже достаточно досок, чтобы одно здание улучшить пока. Но нам главное вот сейчас как можно больше обеспечить прибыль досок. Видите, аж 8 я поставил. Тут, кстати, можно будет и рыночек этот тоже сделать скоро. Так, вот тут уже можно дорогу проложить общую объединяющую. Так, 4 доски есть. Сейчас надо еду построить. Уже рыба открыта. А пока, видите, тут занимаюсь все чертежами, но рыбку тоже надо ставить. Хотя бы 2 поставим. Нашняя дорога. Видите, я плачу даже 2 золота за то, что сношу дорогу. И нам, чтобы тут работало, надо 25 фермеров. Так что пока у нас 25 фермеров не будет, нету смысла рыбный промысел ставить. Так, и с этой стороны надо еще объединить. Так. Три. Тут объединяем. Дорогой. Это вот приблизительный план моего поселения. Будущего. Леша Бург будет тут. Так делаем. Так делаем. Дорогу проводим. И строим там, где уже есть доски. Пока нам еды будет хватать вначале. Они, конечно... А, они сейчас, кстати, будут не очень довольны. Обходимся тем, что есть. А, нет, еще не открылся папа. А, ладно, это нормально. Пока... Ну вот сейчас можно уже рыбный промысел поставить. Видите, минус 14 будет, но нормально. Сейчас будет увеличиваться их количество. Отлично. У них уже война началась. Так, мой корабль все еще плавает. Игра сохранена. Кстати, а всех ли я нашел? Это я, Гаспаров тут. Тут бабуля. Тут Грейвс. Да. А, теперь... Те, которые задания дают. Здесь у нас кахина. Потом здесь тюремщик у нас сидит. Еще одного чувака мы не нашли. Еще один чувак должен быть. Ну, я думаю, где-то тут будет. Еще, кстати, пираты где-то должны быть. Давайте я пока вот автоматом здесь поставлю плавать. О, бабулька квест какой-то дает. Многие не знают. Я скромный слуги. Собрать потерпевших кораблекрушений. Отлично. Во, нашел. Блейка. Блейка мы нашли. Отлично. Так. У нас уже... Насобиралась здесь... Дерево. Можно пообставить. Нет, еще нет. Еще рабочая одежда и шнапс только пока. Так. Плюс восемнадцать. Давайте... Кижину лесорубов. Плюс три. Давайте рынок быстрее тут собирался. Он, конечно, дает дополнительное содержание, но... Нам надо быстрее все эти бревна собирать. Так, в принципе, поехали уже кораблекрушения. Тут мы открыли необходимые острова. Вот хорошо, что тут подсвечиваются сейчас на миникарте квесты. Намного проще стало. Также проще стало смотреть, достаточно ли нам того, что мы тут производим. Рыбы достаточно, видите? Пока еще одну можно не ставить. Продолжаем делать план города. Ой, это я промазал. Так. Появилось дерево. О, уже минус. Видите, по счастью, надо таверну ставить. И таверну мы поставим вот сюда. И проведем дорогу. Вот видите, нам сейчас показывает зеленым, докуда как бы таверна действует. По каким дорогам. Так как тут вот далеко, то есть приходится вот так вот по дороге идти, то пока я дорогу здесь проведу. На самом деле, я потом тут ее уберу, потому что другое. Кое-что тут поставлю. И давайте больше домов еще. Уже двадцать четыре доски. И, соответственно, запускаем еще лесорубов. Потому что у нас, видите, уже сколько работников. Так. Максимум добычи дерева я сделал. Теперь пора улучшать просто дома. Ну и, соответственно, выходить в плюс по деньгам. Программа добычи. Программа добычи. Как и дерево. Так, ну и надо уже о швепсе думать. Как тут действует механика? Если вы удовлетворяете потребности, то жители... Не стесняйтесь, а вы можете быть. То жители пребывают. Сейчас видите, так как не удовлетворена потребность в рабочей одежде, то в доме 80-10 жителей. Удовлетворю. Потребность в рабочей одежде будет 10 из 10. Уровень счастья влияет на то, сколько они налогов платят. Вот то, что я удовлетворил их пабы, дает плюс одну монету от каждого жителя. Удовлетворю потребность в швепсе, будет плюс 3 еще монеты от каждого жителя. Так что швепсе, в шнапсе. Так что шнапс надо делать. Как можно быстрее, это куча денег сразу пойдет. Ну пока... Ну, знаете, вы просто не можете опять же шнапс поставить, потому что у вас может не хватить работников на него. Тоже надо все учитывать. Пожалуй, я следующую улучшу рыбу. Наверное, уже сейчас минус должен идти по рыбе. Нет, пока в ноль. Ну, сейчас прибудут еще жители. Я думаю, что... Так, у меня какой-то квест на моем острове. Знаю, вы заняты. Но стыдно просить. Нам и мечтать не о чем. Сельскохозяйственных животных надо собрать. Все. Кто бы мог подумать. Что мне дали? Помощник. Самостоятельный ремонт, приступ. О, хорошая штука. Давайте мы на корабль его сразу посадим. Так, рыбу добывать. Так, так, так. Ну, пока красота. Мне пока все нравится. Наверное, уже стоит заканчивать тут. Планированием заниматься. И надо начинать шнапс добывать. Ой. Вот тут он нам не нужен. Домик. Ну, хотя бы еще эти здания построю. Вот так-то. Уже прилично жителей будет. Так. Давайте думать, где мы будем организовывать производство на шнапса. Ну, вот здесь. Вот это у нас поле такое. Сначала дорогу, конечно, прокладываем. Так. Игра тут вот про создание шаблонов производства всячески, как вы размещаете. Вот у меня сейчас будет на шнапс 13 клеток. Шаблон. Причем мы начнем со склада. Вместится ли тут 13 клеток? Так, давайте считать. Раз, два, три. Так, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, тут 13 клеток будет. Значит, ставим склад примерно. Я почему иногда рынком называю? Потому что раньше это было... В прошлых частях оно это был рынок. Ставим склад. Как всегда, не забываем, что это все делается чертежами. Иначе вы на уровне сложности эксперт. Когда у вас отключено возврат денег за строительство, вы очень много денег потеряете тут. Сейчас вы все планируете. Так, винокурни. Тут. 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 И тут. Теперь. Прям одна клетка прохода. И ставим картофельные поля. Так. И так. Так. И так. Теперь самое интересное. Эти поля надо засеять. Так. Семь клеток сюда в сто. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ой, что-то... Что-то много. Так, что-то я в этой... Тут не так сделал. Ну... Да, вот тут я лишнее. Вот это не здесь надо. Так. Сюда. И здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Так, вот. Семьдесят две. Сможем, в принципе, уже начинать запускать вот эту... Одну часть. Пускай уже работает. Так, Грейс мне какое-то задание хочет дать. Слежим розам не ты. Отвечаешь головой. О, как раз он 12 шнапсов хочет. Да. Сюда посадим то, что нам дали. Каждый корабль, когда на него направил, все равно самостоятельно чинится. Но этот позволяет в два раза быстрее делать починку. Так. Пока я там расставлял, у меня куча досок появилось. Можно... Дома построить пока. Так. Теперь дальше продолжаем засевать поля картошкой. Самое интересное в этой игре, конечно. Так, это пять, шесть, семь, три, четыре, пять. Чтобы как можно меньше занимать места и как можно больше, чтобы от этого была отдача. Опять же, здесь... Запускаем работу. Не знаю, нужно ли нам четыре... Ну, наверное, четыре сделаю. Запускаем. Можно сразу в... Здесь поставить продажу шнапса, если будет больше сорока. И нам надо по квесту 12 тонн шнапса этому чувачку привезти. Так, поехали плавать. Еще острова открыли. Где-то тут пираты... Знаете, я не очень хочу пиратов открыть. Я уверен, что пираты вот тут находятся. Поэтому поплыли куда-нибудь сюда плавать. Так. Поплаваем. И мне бы надо острова еще заселять. Вот тут хмель и перец. Неплохой остров, кстати. Хмель и селитра. Игра сохранена. Хмель и меха. Хмель и перец тоже. Ну, а вот этот заселил, так как он рядом со мной. Но, опять же, в будущем немного... Немного погодим. Так, заселяем эти поля. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 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 еще четыре, да? Готово. Так, как тут у нас со счастьем? Так, лягушка в родном болоте. Уже увеличивается счастье. Мы сейчас... Уже практически мы вновь... Да, все, уже в плюсе мы. То есть деньгами... И все, видите, опять 72. Вот шаблон у нас. Для засеивания поля. Оставим вот тут место еще для... Если нам будет не хватать шнапса. Следующее нам надо... Решить вопрос с одеждой. Вот тут вот будем делать. Видите, я мог сюда ближе, на самом деле, на три клетки. Ближе организовать и... Меньше места занимать. Ну, как получилось, так получилось уже. Так, грейвс все еще 12 тонн шнапса. У нас есть 25 минут на выполнение этого задания. Я думаю... Так, вот тут мадам Кахина, походу, хочет квест какой-то... Дело предстоит. Сообщите, как только закончится. Плавающие обломки. Давайте выполним это задание. Я не могу пока заселить другой остров, пока у меня нету... Стали необходимой для строительства. Это... Мне надо выходить в следующую эпоху. Даже не в следующую. Через одну. Через одну от того, что у нас сейчас есть. Так, давайте теперь... Решать вопрос с... С одеждой. Так, надо... Блин, еще... Надо пожарную станцию поставить обязательно. Что-то я подзабыл совсем. И даже не одну, а две. Значит, одну давайте тут. И одну тут. Я думаю, этого хватит. Так, и теперь организовываем создание одежды. Игра сохранена. Так. Как мы тут ставим... Три клетки надо, чтобы оставалось у... Ага, вот так. Так. Раз, два, три. Сюда и сюда похоже. Так. Тут. Раз, два, три. Так делаем? Не влезет, наверное. Одну клетку. Сюда, да. Не влазит немножко. Эх, не хватает мне здесь. Жалко. Ну, вот это пример, что... Не стоит сразу все строить, а просто пользуйтесь чертежами. Видите, у меня тут не влазит. Перенесу в другое место. Так, его, может, только зря... Делал. Ну, тут я место хочу еще оставить для... Будущей картопли. Ничего не должно вас останавливать. Больше жилья строить. Только если у вас уже места будет не хватать. Давайте посмотрим. Да, не хватает рыбы. Но это проблема быстро решаема. Ну, тут немножко дерева не хватает. Видите, я забил территорию, где дерево строилось. Ну, ладно. Потом займемся. Так, блин, где мне... У нас будет промышленная зона какая-то. Ну, здесь надо где-то делать, значит... Соберник основал по 7 минут. Так, сюда к ней привезти. Грейв за еще 22 минуты. Кстати, вообще по пути. Может, я уже шнапс ему завезу? Только два шнапса, ладно. Мы еще не накопили достаточно шнапса. Восказательный знак над рынком означает, что они не успевают забирать продукцию. Ну, это пока не страшно все. Так. Четыре. Здесь так. Маленький склад ставим. Теперь здесь... Блин. Здесь у нас ткацкие мастерские. Тут... Так... 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 Одну лишнюю немножко дорожку построил. И здесь ткацкие. Теперь осталось поля расставить. Нормально. Так... Давайте уже один запустим. Запустим. Все, у меня куча работников. Так... Рыбу я там поставил, да. Здесь тоже, наверное... И здесь осталось поля расставить. Все. Зашибись. Есть еще одна цепочка. И мы сейчас будем переходить уже на следующий уровень жителей. Хотите мне что-то сообщить? Блин. Место улучшения стер. Я не хочу забывать, каково работать с собой. Ты дебил. Не то выбрал в этом. Ладно, это не так много уже было. И одно, правда, готовое стер. Ладно. Так, поехали. Шнапс завезем Грейвзу. И здесь у нас все еще домики. Там дорога. Вот сейчас мы удовлетворим полностью потребности во всем этом. Их станет 10, и они смогут перейти на уровень рабочие. Продолжим, в общем-то, расставлять жилье фермеров. Ой, будь я здоров. Спасибо. Что ж, напоминаю, вот это место оставлено для проведения железной дороги. Для... Вот что тут произошло. Сгорело, что ли? Так, пожарная часть работает. О, первый тираж газеты выходит. Я очень рад нашей встрече. Возможно, важно оставаться... Потому что хорошо развиваемся. У нас все... Все неплохо, по моему мнению. Пока идет. Так, кого мы тут улучшим, здесь улучшим. А, ну, уже надо ждать, на самом деле, перехода на следующий этап. Все потребности наших жителей удовлетворены. План города вырисовывается красивый. Так, корабль у нас тут. Сколько там уже шнапса собрано? Восемь. Давайте забирать потихоньку. Здесь, может, побыстрее скорость поставим, чтобы это все было тут уже... Так, можно, кстати, сейчас пока отменить часть... Часть лесопилок. А что у нас вообще с деревом 4... Да, видите, у нас мы предела достигли по... Ну, мы сейчас улучшим поселян, горожан, мы сможем больше места получить. Но пока можно вот эти дальние остановить, потому что от них дольше будет идти. Что прикажете? Три, четыре. Все, 12 шнапса есть. Это можно Грейвзу завозить. Вперед! И ускоряемся в Леша Бурге. Давайте посмотрим, вообще, как у нас... Достаточно ли шнапса достаточно? Одежды недостаточно, кстати. Надо еще построить рыбы достаточно. Видите, они потребляют больше одежды, чем я произвожу. Так что надо еще... Ну... Давайте вот тут... Еще одну мастерскую, например, можно поставить. Я... Я на 4 сделаю, но мне нельзя их строить. Как купить? Так, квестов больше пока нету, да? Надо тут поплавать. Пооткрывать, что тут у нас имеется. И вернуться домой. 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 Так, две сделаю и поставлю рубашки на продажу, если будет больше 40. И надо нарисовать еще дальше, еще две, на будущее, когда будет рубашек не хватать. Так, и так, и опять тут и... Ой, я здесь не поставил... Не поставил поля, и оно тут ничего не производит. Так, ну и тут я не буду... Так, и было, как я их построил уже? Блин... Ну, каким-то образом я не в чертеж сделал, а построил эти здания, придется тогда это уже строить. Что ж поделать? Пускай рубашки вправо, но это рановато, честно говоря. Так, все, я должен, по идее, уже мочь... Да, сейчас чуть-чуть тут буквально осталось. Сейчас мы перейдем на следующий уровень развития. Квесты никто мне тут ничего не дает. Нет, не видно на мини-карте. Ну, прям весенний лужак. Ну, давай уже, давай, удовлетворитесь рубашками, блин. Да, все в плюсе. Видите, уже и рубашек достаточно. Даже дофига. Но я вот лишние поставил. Просто три лишних поставил сейчас. Случайно. Одну надо было просто дополнительную поставить, и все. Все. Сейчас мы перейдем на следующий уровень. Видите, вот в этих домах появилась возможность улучшения. Попа. Я вышел в эпоху индустриализации. И на этом первую серию я закончу. Спасибо, что смотрите. Пишите в комментариях, как вам нравится такой формат. Будете ли смотреть. В общем-то, все зависит от ваших... От ваших впечатлений. Вы поднялись на новую ступень. Сразу в поселок вообще вышел. На этом все. Играйте в умные игры. Вы слышали Лешу Халецкого. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.